Добрый день! Вашему вниманию мы представляем выпуск новостей от объединенной издательской группы «Драфавин Танаграф», который подготовлен совместно с компанией «Мобильное электронное образование». Съемка проходит в сети книжных магазинов «Читай город». Единороссы хотят возродить учебно-производственные комбинаты. Об этом заявил первый зам председателя Комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов, выступая на секции «Образование и наука в рамках съезда партии «Единая Россия». Парламентарий, в частности, поднял вопрос подготовки квалифицированных кадров для промышленности страны. По его мнению, сейчас нужно возродить интерес к рабочим профессиям и вернуть их былой престиж. Для этого системная профориентация школьников должна начинаться с 5-6 классов. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность возрождения системно-учебно-производственных комбинатов, существовавших в советское время, но на современной технической информационной базе. Форма проведения итогового сочинения не будет меняться до 2019 года. Министерство образования и науки не планирует менять форму проведения итогового сочинения, изложения, до 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства. Решение принято на основе стабильности результатов изложения за последние два года. Так, по результатам двух этапов испытания, 97% участников получили зачет и, соответственно, допуск итоговой аттестации. В помощь выпускникам издательская группа Драфавин Танаграф выпустила новинки. Рабочие тетради для 9 и 11 классов «Учимся писать сочинения» автора Елены Ерохиной. В 9 классе раскрываются особенности рассуждения, эссе и сочинений на литературную тему. В 11 классе автор приводит возможные формулировки вступления, заключения, основных идей сочинений и предлагает ученику выбрать, по его мнению, правильные или дать самостоятельные формулировки, что стимулирует творческий процесс. Пособия подходят для разных учебников из федерального перечня. Их можно использовать как на уроках, так и для самостоятельной работы дома. В интернет-образование на русском языке к 2020 году вовлекут до 10 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Правительственного совета по русскому языку в Государственном институте русского языка. По ее словам, интерес к русскому языку уже велик. Она говорит «У нас заработал интернет-портал образования на русском. Стартовал он 1 сентября 2014 года. В самом начале было 78 тысяч пользователей. Сегодня постоянных пользователей-слушателей портала 441 тысяча человек. Это отличный результат, но я напоминаю, что наша задача – выйти на миллион слушателей и достичь этот показатель к 2018 году». Голодец также сообщила, что портал нацелен не только на взрослых. Курсом русского языка пользуются более 23 тысяч детей. В число лидеров по востребованности этого курса вошли США и Шайцария. Почти 20% участников не сдали ЕГЭ по обществознанию. Всего в 2016 году госэкзамен по обществознанию сдавали 358 тысяч человек. Экзамен проводился в 85 регионах, включая Республику Крым и Севастополь, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Установленный минимальный порог на ЕГЭ по обществознанию, как и в прошлом году, составил 42 балла. Переиздать экзамен можно будет только в следующем году. Мы попросили дать комментарий представителей издательской группы «Дрофавинтана граф» Марии Сидоренкову. В 2016 году мы наблюдаем печальную статистику по ЕГЭ. 20% выпускников не смогли преодолеть порогового балла по обществознанию. Дело в том, что сегодня ЕГЭ меняется в соответствии с деятельностным подходом, преобладая задания открытого характера. По результатам сравнительного исследования, при работе с такими заданиями существенную помощь оказывают учебники, выпущенные издательским центром «Дрофавинтана граф». Данную линию учебников отличает то, что оно создавалось и применялось на практике, параллельно сведением новых государственных образовательных стандартов. Куратором линии и автором учебников является руководитель предметной комиссии Соболева Ольга Борисовна из города Санкт-Петербург. В связи с этим, учебник «Дрофавинтана граф» — системно выстроена работа по развитию умений, проверяемых на ЕГЭ. Присутствуют памятки по работе с данными, планом текста, представлены все типы заданий ЕГЭ и ОГЭ. Таким образом, линия учебников полностью реализует системно-деятельностный подход, что способствует формированию предметных и метапредметных умений учащихся и позволяет в дальнейшем успешно сдать экзамен. Магия в Северной Америке. Джоан Роллинг расширяет географию. Британская писательница написала новый рассказ, повествующий об истории создания американского аналога Хогвартса. Эту школу чародейства Роллинг поместила на гору Грейла, к самую высокую точку штата Массачусетс. В волшебном мире можно проследить закономерности, характерные для реальной жизни. Следуя вполне земной традиции и исторической преемственности многих культурных явлений нового света, Джоан Роллинг создала захватывающее описание истории переселения будущей основательницы школы — девочки из Олы из Ирландии в Америку, пишет Российская газета. Это была подборка новостей от издательской группы и компании «Мобильное электронное образование». Съемка проходила в сети книжных магазинов «Читай город». Все выпуски дайджеста, последние интервью, анонсы предстоящих вебинаров, а также записи открытых уроков доступны на официальном канале издательской группы. Онлайн-курсы по разным предметам доступны на сайте «Мобильного электронного образования». Подписывайтесь и будьте в курсе новостей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok